Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Мы готовились к Великому посту и к второй подготовительной неделе, к этому главному времени года, приводящему нас к Светлому Христовому Воскресенью. Читаем вместе с Церковью и вникаем сердцем в притчу о блудном сыне. Так именуется эта вторая подготовительная неделя, неделя о блудном сыне. Источником ее названия является притча, рассказанная самим Господом и отпечатленная в Евангелии от Луки в 15 главе. У некоторого человека было два сына. Бог, представляющийся отцом в отношении своих детей, руководствуется единственным главным чувством — любовью. Это важно помнить при всяком начале размышления о путях человеческих, но то, что и в человечестве возлюбленным Богом есть два пути. Путь греха и путь добродетели указывает наличие двух сыновей у одного любящего отца. Отец милосердия и Бог всякого утешения — так называет нашего Создателя, апостол Павел. Именно этот смысл и надлежит видеть в первой строчке притчи. «И сказал младший из них отцу». Младший чем мал? Не годами, конечно, только, а мал своими благодарностью к отцу, своим благоговением к нему. Он хоть и признавал свою природу родственную отцу, но не желал воздать чести тому, кто ее даровал. Так бывает свойственно человеку безрассудному, пользующемуся своим личностным достоинством для выбора решений и путей своих противных путям воли Божьей. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Он не отрекается от отцовского достоинства своего Создателя, но при этом ищет с ним разделение имения, претендуя, впрочем, на законную часть. Хорошо он поступает, и спрашивая принадлежащую ему часть по наследству. Хорошо, ибо это точно объединяющее их с отцом единство, хотя бы тех даров, которые явил отец сыну своему. Но дурно то, что приобретая их, получая собственную волю, как и каждый из нас, достигнув некоторого возраста, получают свободу выбора путей своих, действий своих и даже мыслей и слов своих. И отец разделил им имение. И непросящему старшему сыну также его часть была точно обрисована, как бы обозначена, но не передана, хоть и предоставлена, но не растрачена. Так поступает благоразумный, держащийся путей воли Божьей, сознавая величие даров, которыми мы сподобляемся от Господа, такие не торопятся эти дары употребить по своей воле, но остаются в границах Богом установленного благочестия. Господь два вида закона считает нашим сокровищем. Законы естественные, которыми поддерживается наше бытие, и законы нравственные, которые проистекают из его любящего, законодательного, властного, личностного произволения. И приемлющий это воистину богат. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну». Не сразу происходит отчуждение творения от своего Творца. Не сразу злая воля приобретает власть в человеке. Но отступление это происходит поэтапно. Всегда есть степени внутреннего отступления, всегда есть этапы только греховного намерения. Ну, а, наконец, и самая жизнь, все чаще и чаще сопровождаемая грехом, вопреки воле Божьей, совершаемым действием беззаконным, приобретает уже некоторый навык греха, так что вся уже устремлена вместо неба в землю. Бог оставляет свободу за младшим сыном. Так и за каждым из нас остается свобода выбора между добром и злом, ибо любовь божественная не насилует ради нашего прилежания к добродетели, но предоставляет возможность самому, возжелав, использовать свое право и возможность к доброделанию. Дальняя сторона от Бога. Название, конечно же, условное. «Куда я пойду от лица твоего, от духа твоего, от лица твоего? Камо бежу?» — спрашивает царь Давид. «Аще взыду на небо, тамо еси. Аще сниду ваат, тамо еси». И даже на последних краях земли десница Божия удерживает меня, исповедуется пророк и псалмопевец Давид, от погибели. Так произошло и с младшим сыном. Он добровольно ушел в сторону от исполнения Божьей воли и следования послушанию воли Отца, но при этом не погиб тотчас и бесповоротно, не уподобился дьяволу, который, однажды отпав от Бога, уже не имеет ни возможности, ни желания обратиться от своего постоянного от Бога отпадения. Но далекая сторона, которая стала пристанищем свободолюбивого младшего сына, не лишена божественного промысла и некоторого охранения, но при этом и не является тем пребыванием в благодати, которое бывает присуще верным и послушным Отцу сыновьям. И там расточил имение, живя распутно. Погубил богатство души своей. То, что составляло его законное от Отца воспринятое сокровище, оказалось недолговечным при обстоятельствах жизни, которые он выбрал для себя. И быстрой смены увеселений, которые заняли его внимание, быстро привели его к бедности. Душепагубные удовольствия и покупное веселье сделало его нагим и вынудило к глубокому и сокрушенному плачу. Какие добродетели имел, он утратил, а вместо них обогатился пороками и теми, каким прежде и не прилежал вовсе. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. Не бывает удержания богатства благодати у того, кто расточает свои душевные силы во зло и в разорение. Где не возделывался, пишет Иоанн Златоуст, хлеб целомудрия, там должен быть сильный голод. Где не произрастает лоза воздержания, там является голод. Где не выжимаются грозды непорочности, там свирепствует голод. Где нет небесного вина, там ужасный голод. Где обильно родится зло, там совсем не родится добра. Где процветают дурные дела, там совершенный недостаток добродетели. Где елей человеколюбия не источается, там сильный голод. Итак, за этим словом голод стоит великая нагота души от тех богом дарованных добродетелей, начатки которых есть во всякой душе, а вот их развитие остается на произволении самого человека. И он начал нуждаться. Это нужда, слово нуждаться, означает некоторую ненасытимость, к которой приводят человека злые дела. Невоздержанность, распущенность чувств, удовлетворение низким страстям не насыщает человека, но делает его всегда алчущим и голодающим, нуждающимся в приумножении тех пороков, к которым расположилось сердце его. Поэтому никакого насыщения не знает служения греху, но только знает все большее разжение похоти и все большее устремление к неудовлетворимому удовлетворению своих множащихся страстей, которые уже как звери дикие терзают человека, делая его своим рабом. И пошел, пристал к одному из жителей страны той. Что же это за жители той страны, в которой сын младший оказался переселенцем? Это бесы. Как не кажутся они, живущим с отцом в мире отдаленными, но тем не менее они представляют из себя неизбежную реальность для всякого отступающего от мира с Небесным Отцом. Они являют свои скотские и зверские очертания, духовную, гнилость свою и человека ненавистничества на путях служения человеку порокам и грехам. И послал его тот самый житель на поля свои пасти свиней. Так постепенно от служения своим страстям человек приходит к уже полному служению бесам. Его душа теряет свободу, он становится одержимым теми страстями и пороками, которые привносят в душу падшие духи, навстречу которым спешит гнилое человеческое произволение. И их обхождение с теми, кто их любит, очень жестокое, ибо нет, в отличие от Отца, у этих граждан земли дальней ни милосердия, ни любви, ни ответной верности, а только бесконечное намерение губить и эксплуатировать, разрушать и порочить того, кто вверяется им. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи. Свойство этих растений таково, что, хоть есть в них некоторая сладость вкуса, но пища эта крайне грубая, она только создает некоторую видимость насыщения, на самом деле тяготит чрево и очень мало питает. Таково свойство и греха. При обманчивой сладости он внесет за собою многое горе и горечь, от которых организм не питается и не укрепляется, но, напротив, еще более слабеет. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи. Но таково свойство этих рожков, что они, обременяя, не питают. И даже в этом желанном для него насыщении не знал он достаточности. И, однако, вот эта скорбь оказалась для него весьма полезной, чтобы сравнить свое прошлое благосостояние в доме отца и нынешнее бедственное положение на стране далече, под властью злого гражданина той земли. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Скольких благ лишил я самого себя, какое изобилие любви вижу я даже на тех, кто еще не оказался в числе сынов Божьих, но только предполагает им стать, едва от покаяния двигается, кто к Отцу Небесному тотчас получает великие дары, не являясь по природе родственным Отцу, столько в этом Отце любви, столько милости. Встану, пойду к Отцу моему. Возвращение к Отцу есть признание его праведности. Возвращение к Отцу есть смирение, в котором осознает человек глубину собственного падения и беспомощность, невозможность спасти самого себя без милости Отца Небесного. И скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И как в начале греховного дела является замысел и принятие его, так и в начале благих дел и свершений является помысел, который воля принимает как нужный, как должный, как ведущий и, следуя за ним, уже достигает и великих высот. Потому с великим благоговением и вниманием належит относиться к содержанию своего сердца, к тем помыслам, которые, рождаясь в нем, могут либо возвести на небо, либо низвергнуть человека до ада. «Согрешил я против неба и пред тобою». Вот начало всякого спасительного движения. К этому призывал Иоанн Предтеча, Израиль Ветхозаветный. К этому призывает о нас Господь Иисус Христос. «Покайтесь, приблизилось по Царству Небесному». Все дары Божьи являются кающимися. Это начало, для которого никогда не бывает поздно, пока человек в пути жизни своей. И как бы ни были глубокие пропасти его падений, но благость Божия, нисходящая и на дно адова, воздвигает кающегося из этих пропастей и стремнин. то, что перемена, произошедшая в младшем сыне, подлинная, свидетельствует слова «Я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Человек уже не пользоваться только благами отеческими настроен, но поработать Отцу своему Небесному как наемник или как купленный раб готовиться. Потому для подлинно кающегося и не представляется трудным то дело благочестия, которое предстоит всякому на пути спасения, но это желанное его служение, при котором ему возвращаются некие знаки милости Небесного Отца. Встал он и пошел к Отцу своему. Это уже за добрым решением следующее доброе дело. Это необходимость всегда добрые замыслы свои продлевать исполнением на деле, не ограничиваясь только правильными понятиями, созерцая которые, некоторые медлят в исполнении того дела возвращения к Богу, которые необходимы всех прочих дел на земле, проливая многие слезы, укоряя себя, во всем подражая мытарю и кающейся блуднице, сей сын младший устремляется в сокрушении сердечном к Отцу своему в покаянии и в решимости понести крест благочестного жительства. Отче, я согрешил против неба и пред тобою. И в данном случае упоминание и неба, перед которым чувствует себя виноватым младший сын и перед отцом, который и есть Отец Небесный, есть различие понимания общего нравственного закона, который общее обязателен для всех людей, и личного отношения к личному Богу, которого мы знаем. Так свойственно душе с одной стороны и благовейно принимать жертву Христову как необходимую для новой закваски всего рода человеческого, закваски святости, но при этом и искать личного вселения в душу свою открытую и кающуюся благодати Духа Святого, которая всегда соответствует личному призыванию. Мы видим из притчи, что Отец не дожидаясь пока дойдет до него сын возлюбленный, хотя и заблудший, сам стремится к нему навстречу и побежав пал ему на шею и целовал его. Великая любовь и милосердие, благоутробие и незлобие Отца Небесного видны из этих слов Евангелия, только лишенные благоговейного почитания. Бога живого могут изумляться той полноте любви, которая является на сыне достойным наказания. Кто видел, спрашивает Иоанн Златоуст, чтобы судья прислуживал подсудимому, но здесь иначе строятся отношения человека и его создателя. Там, где в человеке обретается сердечное сокрушение, там есть со стороны Божьей великая милость, ничем не питаемая, кроме как призывом человека помиловать его. И хотя сын видит это великое со стороны Отца благодеяние, однако он не отрекается от своего намерения смиряться пред Богом и исповедует то, что прежде родилось в его сердце, исповедует уже пред лицом Отца своего. Отче, согрешил я на небо и пред тобой, недостоин называться сыном твоим, прими меня, как наемника твоего. Это необходимо исповедание. Этому делу смиренно мудре посвящена вся жизнь христианина, на каком бы этапе она не находилась, первым или начальным уже последующим, в котором приобретается некоторая опытность или совершенным, финальным, всегда остается главным деланием содержания сердечное, именуемое самоукорением. Там, где оно пропадает, там пропадает и эта чудная благодатная связь. Потому и сын, уже находясь в объятиях Отца и, видя любовь его, однако продолжает свидетельствовать о своем раскаянии и своей духовной нищете. И Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. Каким образом в наше время Господь отвечает на этот покаянный плач? Кто рабы его, которым повелевается одеть душу теми дарами, которых лишился сын на стране долечия? Это иерей Божий, это священнослужители, это преемники апостолов, через которых совершает Господь великие таинства и возвращает душе и чистоту ее, и единство со своей божественной природой, и устрояет все пути земной жизни человека к вечному спасению его. именно таинства церковные украшают человека совершенно и могут быть сравнены и с царскими одеждами, и с перстнем, знаком особого доверия и любви, и с царской короной, и с упитанным тельцом, вкушение от которого доставляет совершенную сытость душе человека. И перстень на руку, и обувь на ноги, и откормленного теленка закалите. Конечно же, это совершенное питание, необходимое душе человека, есть приобщение тела и крови Господней, причащение и участие в божественной литургии. Это действие, соединяющее всякого отпавшего, но любимого сына с небесным отцом. Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Это веселье имело, конечно же, уже совершенно особое содержание. Не так, как прежде мог веселиться в доме отца своего, сын младший, не обремененный никакими заботами. Теперь его веселье сопряжено с желанием непрестанного угождения небесному отцу. И это веселье благородно, трезвенно, подлинно исполнено плодов благих и ликования, подобного ликованию ангелов. Когда старший сын не захотел принять участие в торжестве помилования, которое являет отец в доме своем, приняв младшего сына, то отец обращается к нему, призывая его быть милостивным. Разве не надлежало радоваться о заблудшем, погибшем, а теперь найденном и воскрешенном брате младшем. Но в виде старшего сына теперь уже представляется народ Израиль, который не пожелал вместе со всем человечеством признать Господа Иисуса Мессией, Спасителем мира, но только для себя желал особых благ и не мог вместить милости Господней, которые через смерть и воскресение единородного сына своего дарует спасение всему человеческому роду. Эти последние строки притчи напоминают нам о том, что без милосердия к ближнему и нам нельзя спастись и воспользоваться благами Небесного Отца. Тот, кто сердце свое закрывает от нужд и скорбей ближнего, кто не радуется его радости и не содействует его спасению, тот не может и сам остаться в доме божественной благости. Его очерствевшее сердце может быть как раз исполняется неблагодарности от привычных для него благ Отца и не имея благорасположения к ближнему своему вместе с потерей братской любви теряет и любовь своего Небесного Отца добровольно от нее отвращаясь. Таким образом Святая Церковь призывает нас при уготовлении к поприщу Великого Поста самого себя осознать возвращающимся к Отцу Сыном исполненным всякие нечистоты без милости Божьей не могущего эту нищету очистить и нечистоту и настраиваться надлежит нам на всякое милосердие к ближнему без которого родство наше с Небесным Отцом будет разрушено. Продолжение следует...